МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие зрители и зрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. У нас сегодня в гостях Роберт Западинский. Вот подумал я, знаете его или не знаете, и все-таки склонился к тому, что вы его знаете все. Добрый вечер, Роберт. Добрый вечер. Перечислять не буду. Твои должности на сегодняшний день не государственные. Но я очень рад, что ты пришел в преддверии такого большого праздника 9 мая. Большое спасибо вам и руководству телеканала, что накануне такого большого праздника я имею шанс сказать доброе слово нашим ветеранам, людям, которые прошли всю войну, и благодаря которым мы сегодня можем жить в таком государстве, независимом, с надеждой построить светлое будущее его. Светлое будущее с серыми оттенками всегда хорошо. Как-то скрашивает цвета. Я тоже хочу поздравить с наступающим праздником, хотя он сегодня и наступит. Да? Ну, что? Вот. С Днем Победы. Или как там его еще хотят называть некоторые люди. Да? День Европы. Хотя освободили Европу, большую часть Европы, все-таки советские войска. Пусть меня не обвиняют, что я ватник. Роберт, но беседа у нас пойдет, конечно, не столько о ветеранах, потому что мы отношения к ветеранам имеем только постольку-поскольку, как говорится, да? Родственники погибли в войне. Почти нет семей на постсоветском пространстве, кто не потерял своих близких. Мы поговорим о том, что сейчас интересны людям. А интересны им самые веселые выборы в Молдавии. Я имею в виду Кишинев выборы Примара и Бельцы выборы Примара. Роберт, я задал вопрос не о Кишиневе сейчас, а о Бельцах. Роберт, когда вы были там последний раз? Год назад. Год назад? Да. А когда первый раз? Первый раз меня оттуда призывали в армию. Это был 61-й год. Насколько изменился вообще город Бельц? Ну, конечно, очень изменился по сравнению с тем 61-м годом, когда меня оттуда призывали в армию. А сейчас это современный город. Очень много появилось и новых районов, и новых зданий. Что-то в этом городе есть. Вот я не могу сказать, что он чем-то похож на Кишинев. Но какая-то своя изюминка в нем есть. Никогда не задумывался над этим вопросом. Обещаю, что в следующий раз, когда буду обратно ехать через Бельц, обязательно задержусь, чтобы почувствовать всю красоту этого города, который называют второй столицей Молдовы. Плавно переходим к Кишиневу. А какую изюминку имеет Кишинев? Вы знаете, Сергей, я коренной кишиневец, я прожил здесь очень много лет. Здесь я ходил в детский сад, здесь я ходил в школу, здесь я учился в университете. Отсюда меня забирали в армию. Сюда я вернулся после университета работать, жить. Я должен вам сказать, что несколько лет назад ко мне приезжал мой учитель друг. Он тоже, как и я, окончил 37-ю школу. Последняя его должность, он был генеральный директор метростроя в Москве. До этого он построил метро в Узбекистане. Зовут его Геннадий, фамилия его Штерн, такая чисто молдавская фамилия. И мы с Геннадий вечером вышли в город, и он мне говорит, Роберт, тебе не кажется, что Кишинев умирает? Я говорю, Геннадий, я думаю, здесь другой диагноз. Он говорит, какой? Я говорю, думаю, что Кишинев давно умер. Я это говорил, может, с какой-то долей иронии. Но если говорить конкретно, то мне очень жалко, во что за последние годы превратился наш город. Он потерял свое лицо, он потерял свой зеленый ореол, как самого зеленого города. Мы сегодня ходим по улицам, где вырублены почти все деревья. Когда появятся новые, неизвестно. Очень многое сделано для того, чтобы Кишинев стал неузнаваемым. Недавно я смотрел прекрасную передачу о Кишиневе на одном из телеканалов о прошлом нашего города. И вы знаете, был потрясен наш город в конце 19 века, в начале 20 века, до военных Кишинев. Это настоящий европейский город, тот город, о котором можно было бы сегодня говорить и говорить. Со своей архитектурой, со своими транспортными развязками, со своими прекрасными кафе и ресторанами, где собирались молодежь и собирались деловые люди. Я этот фильм посмотрел, получил море удовольствия, потому что многого я не знал. А то, что знал, я вдруг увидел в новом свете. Я думаю, что если бы мы в конечном итоге поменьше говорили о политике, а побольше бы говорили о нашем городе, и побольше делали для того, чтобы наш город вернул свое прежнее лицо, а это была все-таки интеллектуальная когда-то столица этого региона. Она была и в последние годы советской власти. Я об этом говорю со всей откровенностью, потому что в те годы, работая в газете «Вечерний Кишинев», мне приходилось очень часто брать интервью у гостей нашего города. До сих пор помню мой разговор с Рихтером, известным музыкантом, который сказал мне, что каждый раз, когда он готовит новую концертную программу, он первым делом ее везет в Кишинев и в Черновице. Я говорю, почему? Потому что если я у вас проду на ура, значит я проду и в Европе, и везде. Это мы говорим об европейских ценностях, о европейской культуре и так далее. Мне сегодня, может быть, у меня тут всем очень много говорить, но я хотел вам сказать только одну вещь. Если мы не вернем обратно в наше общество духовность, то, наверное, будем так и жить, ходить по этим разбитым улицам, ходить по этим, как его, неубранным тротуарам. И вообще, я хотел бы такую вещь сказать. Вот вы только что рассказали, будем говорить о том, что происходит в последнее время. Наверное, как Кишиневство меня все-таки волнует. Кто же все-таки будет в ближайшие 4 года мэром молдавской столицы? Ведь от первого лица, от того, кто возглавит город, очень многое зависит. В свое время мы сделали целую серию материалов о нашем известном градоначальнике Шмидте. И если полистать, сколько он сделал за короткий срок, а он где-то лет 8 верховладил в Кишиневе, то, наверное, нашим примарам и нашим мэрам было бы стыдно смотреть горожанам в глаза. Вы так считаете? Вот город Черновица, да? Или черновцы, как говорят на Украине? Или в Украине? Город сохранил свой тот вид, который я видел, когда был юношей? Я с вами полностью согласен. Когда вы меня спросили, когда я был последний раз, я вам скажу, как. Как они их сохраняли? Черновица! Как? Ну, наверное, все-таки там существуют все и работают все законодательные акты, которые приняты по этому городу. Я не думаю, что там сносят здания. И об этом вдруг узнают в последний минуту. Вот, например, сегодня, как я читаю в газетах, что оказывается здание Дворца профсоюзов, которое является в какой-то степени памятником архитектуры и так далее, что Министерство культуры даже не знало, что это здание ведет под снос. Как это может быть? Это же не... Новые районы в Черновицах тоже есть. Новые районы. Я говорю нашим дорогим зрителям. Новые районы. А у нас застраивают центр города. Исторический, будем так говорить. У нас не просто его застраивают. Если бы его застраивали, в первую очередь они разрушают исторический центр. Вот я вам скажу такую вещь. Вот я кишиневец. Рядом с знаменитой гостиницей Редисомблю стояло красивое здание бывшего офицерского собрания. Потом там был детский садик. Потом там был, мол, Союз печати. Подойдите сегодня к нему. Сделан просто хитрый ход. Оставлена первая стенка фасада. Все остальное снесено. Я могу еще три места назвать. Я могу еще такие места назвать. Значит, для чего это сделано? Непонятно. Как могли снести такое необыкновенно красивое в архитектурном плане здание? Могли снести в одночасье? Что там собираются делать? Я зашел как-то, не поленился. Зашел к администрации гостиницы. Они говорят, здесь будет, как он называется, спортивный комплекс с бассейном, со всеми другими. То есть, ну, спарс, кофе и фитнес и так далее. Да все это хорошо. Но зачем нужно было взять и снести это здание? Так же, как мне непонятно, так зачем нужно было взять и снести дворец профсоюзов с этой уникальной мозаикой, которую вы и сегодня смотрите? Подождите, подождите, подождите. Как могли продать профсоюзы? Это уже другой вопрос. Нет, подождите. Там права собственника. Господин Шора, который продал с большим удовольствием остальное все. Вопрос. Как? Где все наше профсоюзное, понимаете ли, имущество? Профсоюзы существовали на наши деньги? На наши с вами деньги. Да, вы знаете, я вам скажу такую вещь удивительную. Где ваш дом журналистов? Нет, а дом печати. Который был на море, в санаторий. Да, его нет. Как нет? Так же, как и сегодня исчезает дом печати. Зайдите, кто сегодня является обитательным домом печати. Вы там найдете одно-два издания. Все остальные давно сдаются в аренду адвокатам, конторам различным и так далее. В доме печати находятся совершенно другие люди. Но выживать-то надо как-то? Выживать надо. Зайдем в аренду и выживать. Да пускай остаются, я ничего против не имею, если это действительно идет на пользу. Но ведь этот дом печати строили все журналисты. Вы правильно задаете вопрос? И на правах собственника я, который отдал 50 лет печати, в конечном итоге, и помню, как его строили, и как мы туда въезжали, и как мы боролись за каждый метр, каждая редакция боролась за каждый метр, чтобы, как говорится, получить площадь и так далее. Сегодня все это забыто. Сегодня внизу одни магазины, исчезла наша уникальная библиотека на первом этаже. Как так? Одета. Вместо нее там какой-то салон открыли и еще что-то. А куда перевезли имущество? Не знаю. Вы знаете, не только увезли. Я вам скажу, с горечью понимаю, что от некого имущества просто выбросили. В свое время, работая в Молдавском информационном агентстве, у нас был прекрасный справочный отдел, где были собраны уникальные данные от всех наших выдающихся деятелей республики. А потом эти карточки видел, как они были выброшены во двор Довой печати. Ну тогда перейдем к тому, о чем мы мечтаем. Мы мечтаем, чтобы управляли городом Кишинева. Кишинева? Ну, правильно. Хозяйствование. Ну, я не знаю. Уже даже перечислять не хочется. Вот столько сказано про это все. Про дороги, про канализацию. Ну вот интересный факт. Я сейчас рано утром выхожу на работу, значит, иду. А дороги, вот когда жара была, были поливальные машины прошли. И было свежо-свежо. Я и начал напрягать память, когда я это в последний раз видел. А видел это в последний раз при советах. Ну, наверное, вы, как и я, когда-нибудь даже домой, как я, рано утром возвращались с гулянки на поливальной машине. Сколько раз я помню, как его брали, водитель нас и подвозили до дома. Ну, это плюс. Я вот сейчас вот что видел, я очень обрадовался. Потому что в этой пыли нет. Я вот даже ехал и говорю водителю, говорю, смотри, бордюры чисто. Я удивился, серьезно удивился. И не от того, что там кто-то. А сам факт. Хоть ехали по центру. Вы знаете, я с одной стороны считаю, что, конечно, городу нужен хороший хозяйственник. Ну, сначала закончу, чтобы я не потерял мысль, закончу по поводу нашего профсоюзного имущества. Вы знаете, Серафим Александрович Урикянов долгие годы был руководителем профсоюзов Республики Молдова. Ну, как вы думаете, чем он больше всего гордился? Чем? Он больше всего гордился, что, будучи руководителем профсоюзов Республики Молдова в те тяжелые 90-е годы, он не продал ни одного профсоюзного здания, не отдал никому. В конечном итоге понимаешь, что это достояние не группы руководителей профсоюзов, а это достояние всех членов профсоюзов. Ну, уже сейчас это достояние членов руководства профсоюзов, которых не видно, не слышно, и которые ничего не защищают. А что они защищают? Ну, не знаю, это же права к трудящимся защищать. Чем защищают? Какие, вот давайте назовем, вот давайте на вскидочку с вами. Назовите мне профсоюз мотоциклистов. Ну, я иронизирую сейчас. Есть такой? Нет. Профсоюз медработников есть, защищает права медработников? Наверное, есть профсоюз медработников, но не знаю, защищает ли права. Где бы мы его слышали, видели? Если бы защищали его права, мы сейчас вернемся к тому, что сегодня, по сути дела, мы испытываем огромный дефицит медработников, потому что медработники, не имея нормальных условий и нормальных заработков, по сути дела, массово покидают нашу страну. Еще недавно, я помню, в училище, где готовили средний персонал, как его, медработников, легко можно было поступить. Сегодня нельзя поступить по одной простой причине, потому что всех выпускников, которые готовят это училище, они в конечном итоге оказываются за рубежом. В Норвегии, в Швеции. Они работают, как его, потому что там платят нормальную зарплату. И, по крайней мере, как его, люди имеют за счет чего выживать. Это понятно, но мы сейчас говорим о Кишиневе. Я соревновализировал. Про союзов не видно и не слышно. Массовое строительство в Кишиневе продолжается. Но главное, другое. Главное, это кандидаты. Вот количество депутатов, кандидатов, извините, пожалуйста, дорогие зрители. Кандидаты в Паримары. Да? Ведь они вообще не знают ничего. Я сейчас обращаю. Основная масса пошла на выборы зачем. Везде одни плакаты. Я их не знаю, не видел и не слышал. Кроме одного. Кроме одного. Это представитель либеральной партии, господин Бунтян. Который хочет убрать железную дорогу. Да, и сделать как ручную дорогу автомобильную. Очень умное решение. Как он это видит? Как? Вот скажите, вот такие люди выступают с какими-то лозунгами, обещаниями. Кому нужен этот вот ветер? Наверное, им. Для того, чтобы пройти во власть. Чтобы еще раз обмануть избирателей. Но это, смотрите, сейчас предвыборная. Денег стоит это дело. Денег. Я как за заметку сделал и написал деньги на ветер. Так деньги на ветер, действительно. Смысл? А вдруг? А вот мне интересно услышать. И тогда вернется. Не буду назвать фамилию одного... А вам и не говорим. ...одного какого-то министра. Свою бытность его назначили министром транспорта. Назову языки и рассказываешь, что огромные деньги он заплатил. Мы с ним были очень хорошо знакомы. Как там университет так сказал. Так и не дали мне эти деньги отбить. Вот они все сейчас складывают. Надеюсь, что когда они придут во власть, они эти деньги отобьют. За счет всяких своих дел, о которых мы знать не будем. Но свои деньги не отбивают. Сегодня заниматься... Быть выбранным или участвовать в бюджетной кампании. Это как бизнес. Получится, значит, будет все хорошо. А не получится, значит, попытаемся. Знаете, когда-то Петр Кириллович Вучинский пошутил по одному поводу. Я к нему пришел. Говорю, вот очень известный бизнесмен. Хочет податься в политику. Хотел спросить, не возьмете ли вы его в свое движение? Он говорит, видно, много человек заработал, раз его политику потянуло. Так вот здесь то же самое получается. Есть у нас люди, которые считают, что политика – это очень большой и выгодный бизнес. И хотя мы сегодня договорились о политике не говорить, но мы и не касаемся, поэтому здесь ни личности, ни никого. Поэтому говорю, что вы правильно заметили. Вот осталось до выборов 10 дней. Так, 20-го мы пойдем на избирательном участке. Я убежден, что хоть мы с вами очень много читаем, смотрим, интересуемся, я не думаю, что вы смогли бы назвать основные положения хоть какой-то программы, с которыми наши кандидаты выставили свои кандидатуры и идут на пост мэра Кишинева. А я могу тоже задать вопрос, а ну-ка назовите мне всех кандидатов. А я их не назову. Я знаю тех, которые еще вчера звучали по другому поводу. То есть они где-то активно участвовали в политике. Ну, например, я госпожу Сильвератов знаю, когда она работала в Афиносе. Потом она участвовала в выборах президента. Сейчас она участвует в выборах премара. То же самое могу сказать, как его господине Чебаневу, депутат парламента, перешел из одной партии в другую. Сейчас лидер фракции в городском совете и так далее. Ясно, как Бог велел ему заниматься именно в этой избирательной кампании. Потому что вроде бы ситуацией в городе он должен владеть столько времени, находясь в городском совете. Я думаю, что он знает истинную ситуацию в Кишиневе. То же самое, как вы сказали, мы знаем, кто такой Монтяну. То же самое знаем, кто такой Анастасий. А тут возникает тот вопрос, который вы мне задали. А насколько хорошо они знают проблемы города, которого они собираются, как вы говорите, спасать или преобразовывать, или возрождать и так далее. Вот вопрос, что заключается. Вы знаете, в свое время я работал с делегацией мэров Франции. Они приехали в Кишинев, очень большая делегация. Это было в советское время. Я их сопровождал в поездке по стране. Да, извините. Горенобиль, город Побратим. Да, Горенобиль, город Побратим был, кстати, и мэр Горенобиль. Так вот, у них мэры, те, которые были в составе делегации, они были на своих должностях почти 15-20 лет. Если любого из них толкнуть, они даже скажут, где какой люк. Я думаю, что какой бы ни был бы мэр, наш ни один мэр не знает, нигде люки, нигде совет. Кандидат. Кандидат, да. Вы знаете, мне очень нравится, как Демидецкий иногда участвует в ваших передачах. Он всегда рассказывает какой-нибудь анекдот. Я вам тоже скажу один маленький бессарабский анекдот. Я был на одной свадьбе, и во время торжества исчезла у одного гостя жена. Он поднялся на трибуну и говорит, я здесь работаю электриком. Если мне через полчаса не вернуть жену, я вырублю свет, свадьба прекратится. Отец невесты поднялся к микрофону и сказал, друзья, не волнуйтесь, он всего второй день работает у нас в этом заведении. Он даже не знает, где находится счетчик. Это к чему веду разговор. Многие из тех, кто сегодня говорит о том, что он готов спасти этот город, вернуть ему прежнюю славу, вернуть ему прежнее достояние, они в принципе города не знают. Я тоже его не знаю, хотя 25 лет проработал в газете «Вечерний Кишинев», и мы там изо дня в день освещали жизнь города, его проблемы и так далее. Но мне кажется, что если вы сегодня не предложили бы, я бы очень подумал бы хорошенько, прежде чем дал бы свое согласие, скажем, баллотироваться на должность мэра. Почему? Потому что город – это, ну как вам сказать, государство в государстве. И делать какие-то обещания, после которых тебе было бы стыдно выйти на улицу, чтобы тебе люди спросили, как у нас говорят. Говорили. Говорили. Ты же обещал. Убивает еще и другое. Вы знаете, я очень многим нашим политикам, которые тоже, как его это, вы спросите, когда они последний раз ездили в общественном транспорте? Кто это когда-то видел в троллейбусе или в маршрутке? Я видел. Кого? Видел. Не хочу говорить. А вот я тоже. А я не видел ни одного. А я видел. Я счастливый человек. Значит, это человек. Я пришел домой и просто радовался. Что вы его увидели. Да. А я такому сказал. Говорю, ты представляешь, ты бы утром сел бы в троллейбус. Сколько бы целый день говорили бы все вокруг, что вот я ехал в троллейбусе с таким-то, с таким-то политикой. Я на войсах никогда не видел. Вот я к главной передаче приехал на троллейбусе. Не потому, что это просто сегодня час пик, и прорваться можно, вырваться из центра, можно только на общественном транспорте. Попробуйте вызвать такси в это время. А вы попробуйте с пяти до шести даже на такси добраться. Да. Такие вопросы. Попробуй. Да. Коллапс. С акцентом сказал. Да, коллапс. Чтобы было понятно. А коллапс у нас, почему? Потому что у нас нету. Вот мы возвращаемся обратно к городу. У нас нету до сегодняшнего дня. Нету генерального плана застройки Кишинева. Советские похерили, новые не придумали. У нас нету специалистов по транспортным развязкам. У нас светофоры рассчитывались сто лет назад, когда не было такого объема транспорта в Кишиневе. А вы спросите тех, кто регулирует, как нужно вычислять, по какой математической схеме, по какой теореме, или как вычислить тот или иной перекресток. Вы знаете, еду на работу, пробка. Я говорю водителю, ну что там? Он говорит, вышли ДПС, регулируют движение, пробка будет долго. Вы правы. Серьезно. Помните, было в соцсети, как парень вышел и уже регулировал сам транспорт. Чисто гражданский человек. Вообще город уникальный у нас. Уникальнейший. Вы знаете, тех, кто здесь родился, осталось мало, я имею в виду нашего возраста. А те, кто родились здесь, уже приехав из районов, им просто неинтересно. Просто неинтересно. Вы заметили или нет? Я заметил, я вам скажу, что Кишинев бывает Кишиневом, ну, тем, которым мы помним. Это был Кишинев. Два раза в год. Да. На Пасху и на Рождество. Когда все разъезжаются, и ты понимаешь, что ты живешь в городе, где ходит транспорт нормально, где можно посчитать время, договориться о встрече, все у тебя сойдется. Но сейчас это бесполезно. Но вырубка деревьев здоровых происходит. Хоть головой бейся, никто не реагирует. Знаете, выглядывая во двор, крик шум гам. Сухие ветки после урагана были. Наш председатель, да, Ассоциация, решила отрубить ветку, которая угрожала людям, она уже надломлена была. Вот она ее спилела, приехала полиция, ее оштрафовали. 200 метров, да не, меньше, 100 метров находится лизинговая компания. Там стояли перед ней березы. Там, где кап-кап, березы стояли, они их срезали. Потому что мешали видеть вывеску. Никто не приехал, звонили все. У нас вообще, будем говорить, избирательная юстиция, у нас избирательная правоохранительная система. Не будем об этом сейчас говорить. Я об этом не хочу тоже говорить. Почему ее реагируют? А зачем реагировать? А, в лизинг что-то взяли. Ну, мало ли, что в лизинг придется взять. Да, да, да. Оштрафовать представителя Ассоциации не составляет огромного труда. Река наша. Господин Киртака, когда был примаром, обещал вычистить, только на моей памяти, раз пять. Даже здесь, в студии, когда он у меня находился, он говорил, да это что, мы эту, мух, очистим все. Видел, видели, да, там, метров 200 они почистили. Сергей, вы знаете, для меня река, как ее называют, бычок, а вообще она быт называется, это река моего детства. Я помню, когда мы сидели с удочками, потом мы ловили на протоке за счет своих маяк, ловили рыбу. Это майки, а сетки, помните, овоськи? Да, овоськи. Ловили рыбу. Это ж вообще, когда говорю своим детям, они не верят, потому что мы не так давно подъехали. И когда подошли, посмотрите, какая свинцовая черная вода течет в бычке, по которым когда-то обещали пустить даже теплоходы и взять ее в берега. Две подводные лодки, помните, заказали. Да, две подводные лодки. Мы, конечно, можем улыбаться, когда-то нашел книгу, есть такая книга, сводки Сова информбюро. И меня очень заинтересовало, как звучала сводка Сова информбюро по случаю освобождения Кишинева. И там было написано, сегодня доблестные войска 2-го Украинского или 3-го Украинского фронта и 2-го, как его, с боями форсировали реку Бык и освободили город Кишинев. Мои дети говорят, как же они форсировали. Там же сейчас, они, оказывается, ее форсировали. С Заикина, если идти в сторону Вестернича, был деревянный мосток, если вы помните. Я помню, да. Там стабильно все сидели с этими самыми с удочками. Просто на краешке сидели. Да, мы идем чуть дальше. Ну, дальше, дальше, дальше. Там в камышах. Железная дорога, камыши, вот эта вот часть именно. Ну, стабильно там было. Стабильно. Сейчас даже там вода черная. Вот когда нам сделают судоходную реку? Кто? Вы знаете, у меня есть один любимый конек. Мне кажется, когда-то вам здесь говорил об этом. Года 2 или 3 назад я встречался с молодыми архитекторами Кишинева. И они мне показали будущую столицу Республики Молдова. Они вообще говорили, что есть очень хороший план – это построить новую столицу Молдовы. Да, вы говорили. Да. И должите сказать, когда я вижу, как громоздятся проблемы в нашем городе, как мы никак не можем из них вылезти, этот куловский кончается и так далее, действительно, начинаешь думать, а может, стоило бы построить новую столицу. И вспомните, какой Кишинев был в 60-е, 70-е годы. Возьмите фотоальбом и полистайте, даже рядом с вами на Рашкановке, какие площади, какие улицы, какая широта и так далее. В общем, ничего этого нет. Но почему при мне новый район Чеканы строился. Выселялась та часть Нижняя от Зои Космедемьянской до Мунчешска. Вот эти, Пугачёв, вот эти вот. Выселяли, ну, получали квартиры на Чеканах людей, расширялся район. Почему бы новый район не строить? Новострой и так далее, и так далее. Логика же в этом есть. А ставить в покое этот центр города. Вот я прочитал, что здесь не будет этот магазин, знаменитый Кноуфанд и так далее. Здесь, якобы, будет построен большой живой комплекс для ВИП-персон. Вот, который сейчас Алёшинский рынок снесли. Алёшинский рынок – это одно, Дом профсоюзов – это другое. Ну, это вот и будет единое пространство для нового элитного Кауфлэта. Кауфлэта. Не знаю. На Доме профсоюзов. Знаете… И давайте вспомним, что там было. Алёшинский рынок. Я всё помню… Вы же помните, там пустырь стоянка была, Досафовская. Да. Все прикладывали. Потом стоянка не Досафовская была, а автоматолюбитель общества. Вот. Там она была. Время прошло. Вы знаете, я там держал машину, я всё знаю. Вы знаете, я тоже там держал машину, я тоже всё знаю. То же самое о Кишинёве. Я говорю, почему бы не строить новые районы? Зачем застраивать центр города и окраины, да, и в парковых зонах, если можно великолепно это сделать во многих местах? Даже расширить в сторону Чикан. Там же есть расширение. Вы видели до конца, когда Чиканды? Пожалуйста, строите себе. И мощности позволяют. Дополнительно к вашему предложению. Почему не строить ни одной автостоянки в городе? Почему нет у нас автостоянок? А если они появятся, то я не знаю, спасут ли они положение. Вот наша газета выступила в своё время с одним очень интересным предложением. Вот тогда взяли, разбомбили республиканский стадион. Сколько лет он уже стоит? Пять или шесть лет он стоит, заросший кустарниками и так далее. Если уж, как говорится, инвестор в последнюю минуту, как говорят бизнесмены, спрыгнул и не собирался вкладывать в это, могли же в конечном итоге хотя бы эту большую площадь в центре города отдать под стоянку? Тем более, что там ворота есть на все улицы, которые окружают этот стадион. Никому это не нужно. Там сейчас проводят учения наши доблестные, рубят там заросли, огромные заросли. Я не знаю, заглядывали вы, мне было просто интересно посмотреть. И дроном там летали, и съёмки делали. Вы знаете стоимость этой земли там приблизительную? Могу только догадываться. Ну догадайтесь хотя бы в цифрах. Я думаю, что не один миллион евро. В пять оцениваю. Я это всё понимаю. Без ничего. Хотя там коммуникации есть. Вы же знаете. Потянутые коммуникации и так далее. Да, да, да. Уже экономия сплошная. Из истории нашего города стадион, Министерство внутренних дел и дом напротив. Это строили военнопленные немецкие. Мы сегодня говорим накануне 9 мая. Здесь был большой лагерь военнопленных, немецких солдат и офицеров, которые были взяты в плен в ходе Яско-Кишиневской операции. И они строили. Так вот, расскажу вам такую интересную историю. У меня отец её рассказывал. Группа пленных написала письмо, что на стадион для стройки поставляют некачественный бетон. Вы можете представить отношение к своему труду и к тому, что делали немцы? Вы знаете, к труду отношение к немцам у меня мягкое, военнопленным. Так мягко не хочу здесь в программе говорить, не будем трогать. Вы знаете, садик железнодорожный, детский садик железнодорожный, железнодорожный, который немцы строили. Пришли новые молдаване и решили его разрушить. Там рядом был новый детский садик прямо через дорогу. Взрывали. Я получил удовольствие. Там котелец был шестидесятка и бассейн. Они даже один только смогли этот котелец вытащить. Я имею в виду технический, технологический. Бассейн вообще не смогли его, ничего с ним сделать. Это продолжалось года три. Потом они просто это как-то разрушили, не знаю чем. Но просто дурдом. Дурдом такой, что... Вы знаете, Роберт, ведь расширение районов и планировка при советской власти, которая происходила, она была продуманной. Продуманной. Об этом мы прекрасно. Отличнейший пример это ботаника, правда? Да. Ботаника это вообще, если посмотреть старые кадры ботаники, когда этот джировой массив сдавался, когда строился этот путепровод, который соединяет ботанику с центром города, когда строили республиканскую клиническую больницу, я почему все это хорошо знаю, потому что на всех этих стройках газета «Вечерний Кишев» имела свой штаб, который помогал строителям вовремя получать стройматериалы, другое снабжение, чтобы все было ритмично и так далее. Потому что были какие-то сроки объявлены. Если что-то начинали строить, то было сказано до конца года сделать и так далее. А к тому, что вы сказали, я могу вам сказать такую вещь. Я был свидетелем, как сносили весь этот квартал, который сейчас стоит театр оперы и балета. Вот с улицы Жуковского, сейчас она называется по-другому, и с улицы Горького, с другой стороны, там стояли прекрасные особняки, очень интересная архитектура, их просто снесли. И вот за счет этого огромного пространства мы сегодня имеем театр оперы и балета. Это хорошо, что построили театр оперы и балета, а не построили какое-нибудь другое, как его обугового дозаведение. Но в принципе это было очень жалко. Вы знаете, года два назад я был в Баку. И мы выпустили специальный номер, посвященный Азербайджану, и я подарил его господину Алиеву. Господин Алиев на встрече со мной спросил, вы видели наш старый Баку? Я говорю, нет, Кейдар Алиевич, не видел. Потому что я все время сидел на форуме, и не было возможности пойти посмотреть. Когда вы улетаете? Я говорю, сегодня в 2 часа ночи. Вы должны посадить в старый город. Сейчас я позвоню мэру, он вам покажет старый город. К чему я веду этот разговор? Мы вместе с мэром старого Баку обошли город. Почти все здания восстановлены. Но удивительно другое. На каждом здании стоит табличка, на которой написано, этот дом реконструирован за чистые деньги. За чистые деньги бизнесменов. Я говорю, что такое чистые деньги? Это деньги, с которых уплачены все налоги. Вот интересно, наши новориши, которые построили такие дворцы вокруг бывшего Комсомольского озера, они могут поставить такую табличку, что этот дом построен за чистые деньги? И дадут ли они деньги на реконструкцию старого города? Это уже второй вопрос. Вот здесь мы уже переходим не в ту степь, как говорится. Я вообще не помню, что кто-то говорил, что платил налоги при строительстве дома. Это серьезно. Я всех могу перечислить, кому подарила мама, которая в сельской местности проживала всю свою жизнь. И все их дедушки, и бабушки, и прабабушки. Все были в сельской местности. Они смогли накопить 2 миллиона долларов за советскую власть, где за 1 доллар давали 15 лет. Ну, это так, к слову. Вот, накопили, подарили детям. Дети построили. Какие у нас хорошие родители. Ну, погодите, у нас хорошие прокуроры. Парше 10 тысяч, что ли? Лей. 10 тысяч лей. Ну да, у нас есть такие прокуроры. И что? Вы меня чем-то удивили? Нет, я ничем не удивил. Так вот, мы можем радоваться, что все люди в Кишиневе, и все их деньги тоже в Кишиневе. Так это же хорошо. Да? Но Кишинев не развивается? Да, он не развивается. Вот это вот самое, то, ради чего мы сегодня встречаемся, о чем мы хотели бы поговорить более серьезно. А не развивается по одной простой причине. Еще раз говорю. Если коротко, я считаю, что до тех пор, пока у нас не появятся профессионалы, настоящие профессионалы. Хозяйственники. Хозяйственники. Люди, для которых город – это комплекс, серьезный комплекс, который должен обслуживать действительно профессионалы. Ведь вспомните, какой был огромный у нас институт. Кишинев горпроект, который занимался проектами. Да, был. Был. Мы так можем много других вещей называть. Не будем сейчас касаться их. Значит, эти все настройки были нужны. Эти настройки что-то делали. Поэтому был город. Сегодня, когда нет команды профессионалов, когда можно запросто, как вы говорите, за одну ночь решить вопрос и снести здание, которое имеет какую-то историческую ценность, или которое, как его в конечном итоге могло бы стать украшением города. Никого это не касается. Заплачены деньги, пожалуйста, стройте, что хотите. Поэтому у нас и появляются такие уродливые здания в центре города, которые, по сути дела, нарушают его гармонию, которые в конечном итоге сводят на нет то лицо, которое имел раньше Кишинев. Да, он не имел высотных зданий, но он имел свое лицо. И я почему начал с того, что вам рассказал про старый фильм, который недавно показали по телевидению Кишинев 19-го, начало 20-го века. Это совершенно другой город. Мы сегодня находимся в совершенно другом городе. Ну, я помню хорошее время, когда, если какое-то вырубали дерево, буквально нас, даже пионеров, пионеров, я даже пример район могу рассказать, мы сажали пять деревьев. И никто не плакался там. Одно вырубили, пять посадили. Памятник Лозо знаете, где на Батанине? Да, я знаю. Вот этот весь сквер, 28-я школа, приходила и кинотеатр «Искры», где сейчас там руины непонятно чего, какого-то развлекательного центра, да? Там же был пустырь. Был пустырь. Да, ну, мертвая зона была. Пионеры со всех. 50-я, 30-я школа, 55-я. 28-я, 32-я. Просто по графику было. Сажали деревц. Какие клумбы были, а? Ну, вот о клумбах я могу вам рассказать такую интересную вещь. Вот мы с вами в Кишиневе живем много лет. Чем славилась настоящая хозяйка в Молдове? У нее было сюда два конька. Это ее кухня и ее цветы. Вот у нас был двор, жило 20 семей. И каждая из них имела свой палисадник, свою клумбочку, на которой росли цветы, на которой она выращивала цветы, которую она показывала всем, кто приходил к ним в гости, показывала сначала свою клумбу, а потом приглашала уже. Какая она хозяйка? Какая она хозяйка. Сегодня этого нету. Мы сегодня приходим, у нас и дворов уже, по сути, дела нет, потому что и дворы тоже застроены. А если не застроены, то заставлены машинами. Какой-то разъезжено, заезжено стоянки везде. Кто следит сейчас? Никто ничего себе. Чья земля общественная? Значит, не чья. Значит, наша. Ну, наша это уже, кто там, козочек выпасает, да? Выпас у них коза, там, или, я не знаю, хрюшек. Все есть у нас. И вот говоря об этом, все-таки надежда, вот, Роберт, есть. А? Знаете, надежда... Придет хозяйственник, да? Нет, надежда... Или выписать опять немцев. Нет, надежда... Не немцев, да. Надежда умирает последней, как говорят классики. Но очень хочется верить, что действительно у нас появится не халиф на час, который придет в город, там, на свой срок, чтобы, как я сказал выше, про того министра, не дали отбить деньги. А придет человек, которому действительно этот город дорог, который хотел бы его видеть устремленным в будущее, а не ведущий вот такой вот плачевный образ жизни, как он ведет сейчас. То, о чем вы говорите по поводу машины, я вообще считаю, что это поливальных, я считаю, что это вообще был нонсенс взять, ликвидировать парк машины. Я помню этот огромный парк. Но сейчас ездят, поливают. Не так, как раньше. Но поливают. Если считать, что у нас запаленность в кишине сумасшедшая. 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 Знаете, самое смешное, я говорю, город контрастов. У нас каждый говорит о здоровом образе жизни. Правда? Ну, так. Говорят, надо бегать, курить нельзя, пить нельзя, ничего нельзя делать. Бегайте. Бегайте. И вот они, когда пробка, значит, стоят машины, коптят и бегуны эти появляются. Я просто смеюсь. Они бегают же вдоль дорог. Я вчера в интернете. Чем они дышат? Да, в интернете видел. Девушка написала, что надо бегать. Говорит, побежала и ногу вывихнула, потому что такие нас... Погодите. За дорожки мы можем тоже рассказать, правильно? Да, за дорожки, да, можем. Ну, чем они дышат? А чем дышим? У нас очень в этом плане... Ёгочные заболевания, туберкулез, заболевание чахотка, да? Да. Нищих, бедных очень людей. В революционное время. Ну, я не говорю о раке. И вот этот здоровый образ жизни у нас пропагандируется. Если у нас марафон, то обязательно в центре города. Я вам всегда говорю, ребята, хотите бегать? Выходите на трассу, перекрываете трассу до Аргеева и бегаете туда и обратно. Там хоть лес есть. Да, есть чем дышать. Да, а машинки в сторону. И бегайте себе на здоровье. Потому что здоровье не купишь. Только потратишься. Наличие золота мира, как говорят древние. Наше здоровье. Вы знаете о здоровье города. Ведь легкие города, это были наши парковые зоны. Посмотрите, насколько они у нас уничтожены. Я вам бы сказать такую вещь. Я верю, что, может быть, наконец-то в премарии появится человек, который отбросит все эти стереотипы сложившиеся. У нас очень прекрасная молодежь. У нас есть очень думающие и хорошие ребята. Вот даже те, которые, я вам рассказывал, архитекторы, которые хотят построить новую столицу Молдовы. Я думаю, что они полны и оптимизма, и желания что-то сделать. Вы знаете, я с большим уважением отношусь к нашим молодым людям. И мне очень горько осознавать, что мы нашу молодежь теряем. Я недавно сопровождал группу конгрессменов из штатов, которые приехали посмотреть, как у нас дела со свободой СМИ, и с правами человека. Но мы сейчас не об этом будем говорить. Потому что мы говорили, что мы о политике не говорим. Да, будем помолчать. Мы будем говорить о другом. Они очень просили помочь им встретиться со старшеклассниками какого-нибудь лицея. Мы нашли прекрасный лицей в Кишиневе, который имеет хорошие традиции и так далее. Они приехали туда, собрали всех старшеклассников. Шел нормальный разговор. Дети рассказывали, сколько они заработали этих грамот и призов на каких-то олимпиадах по математике, по истории и так далее. И вдруг один сенатор из штата Алабама поднимается и говорит, у меня всего два вопроса к вам, молодым людям. Вы хотите учиться за границей? Все хором. Да. Ну, может только радоваться. Дети хотят учиться. А вот если вы после окончания за рубежом в УЗА, вы хотели бы вернуться обратно в Молдову? Сережа, ни один не поднял руку, ни один не сказал, что он хочет вернуться обратно в Молдову. Вот где начинается наша трагедия. Пусть что угодно говорят. Она не начинается трагедия, она продолжается. Она продолжается. Не первое поколение здесь. Я вам скажу больше. Когда мне сказали, что за первые четыре месяца этого года уехало 230 тысяч людей, трудно даже поверить. Мне кажется, что это какая-то фантастическая цифра. Но это так. Почему я расскажу, что сейчас легко считать уезжающих? Потому что уезжающие сейчас уезжают с детьми. И они приходят в эти отделы народного образования и просят открепительный талон для своего ребенка. Вот по этим талонам можно посчитать, кто уехал, а кто не уехал. Вы раскрыли тайну, теперь талонов не будет. Ну, так они обязаны поставить в власть, что ребенок не будет решить. Много чего обязаны. Но когда Кишинев превратится в столицу нашей родины Молдовы? Когда? Ну, когда появится настоящий хозяин. Вот мы хорошо говорим. Настоящий хозяин. Это даже интересно. Вот интересно. Настоящий хозяин. Пришел настоящий хозяин. Ушел в 5 утра. Пришел в 2 часа ночи. Кто на себя может надеть такую ношу, чтобы отдать свою личную жизнь, личную жизнь, я уточняю, на благо людей? Я вам скажу такую вещь. Вы знаете, имел возможность наблюдать в тот период, когда Урикяна был мэром Кишинева. Он свой рабочий день начинал в 6 часов утра. И он сказал в 5. И в 5. Вставал, ушел, смотрел и так далее. Это все, конечно, хорошо. Но я ему как-то сказал. Он же один в поле воин. Вот если бы кроме него еще и другие бы, те люди, которые с ним работали и так далее, поднимались и шли, и так же переживали, как он первое время переживал за город. Когда он действительно искренне говорил, что моя партия Кишинев. Я до сих пор помню его вознаги некоторых. Извините. У нас сейчас таких нет. И я не могу понять, почему. Почему мы перестали быть патриотами своего города. Мы сейчас не будем говорить о патриотизме другого плана по политическому и так далее. Не будем это касаться. Но почему мы не можем быть патриотами своего города. Своей страны. И мы можем с вами сегодня здесь, в студии, беседуя в эфире с нашими гражданами, критиковать свою страну. Но я когда встречаюсь, стараюсь только говорить о хорошем. Пока только о хорошем. Возвращаясь к той же встрече. Когда мэр Баку прилетел в Кишинев, попросил мне показать, что у нас делается для сохранения города. Как вы думаете, куда я его отвез? Куда? Я отвез старый архей. Потому что мне в Кишиневе ничего было показывать. Я не мог ему показать то, что показал он мне в ту ночь. Я повез его в старый архей. Там, по крайней мере, старина и так далее. Он был очень удивлен. Ему очень понравился этот комплекс и так далее. Но он так и не добился от меня, почему я ему не показал Кишинев. Мне просто нечего ему показать Кишиневе. Но надежда у нас есть. Вот сейчас все-таки решается судьба Кишинева. Судя по нашей беседе, решается судьба Кишинева. Она решается... Тут вообще, честно говоря, я не являюсь человеком, который оптимистично видит, как будет проходить этот процесс. Зная, как в Кишиневе относятся вообще к избирательным компаниям, и как кишиневцы все эти годы голосовали за своих мэров, дай бог, чтобы эти выборы были состоялись, были признаны, что они состоялись. Чтобы была та самая явка, 50 плюс 1 процент, для того, чтобы мы признали, что выборы победили. А как там разделятся, какие его места, здесь очень трудно говорить. По одной простой причине. Я всегда говорю, да, человек хочет пойти на город. Но для того, чтобы сказать такое, я хочу стать мэром Кишинева, он должен мне сказать, а кто в случае его избрания будет решать вопросы благоустройства, канализации, газоснабжения и так далее и тому подобное. Есть у него команда людей, которые готовы сегодня вместе с ним взять власть в этом городе и показать, что они действительно хотят этому городу добра. И хотят вернуть ему доброе имя. Я думаю, что есть. А получается у нас так. Изберут нового мэра. Сидит старая команда. Разобраться со старой командой очень тяжело. Потому что, как его, есть разные подходы. Вы понимаете, человека на улицу не выгонишь. Пойдет в суд, его восстановят обратно на работе. Вы понимаете, о чем я говорю. Вместо того, чтобы заниматься делом, будут те же самые люди, которые до сегодняшнего дня, как его. Вот Сильвия Радова выступала, что надо в примарию навести порядок, надо там, как его, вытеснить. Я полностью согласен. Я с ним тоже полностью согласен. Но вопрос, а кто вместо них сегодня готов прийти в эту примарию и работать? Работать на благо этого города, конечно, чтобы и ему тоже это, конечно, в итоге была достойная жизнь. Я скажу так, это покажет время. Но сегодня я вам хочу сказать. Время покажет. Я сегодня, если говорить так откровенно, не вижу того человека, который мог бы сегодня прийти на место градоначальника. Не вижу. Потому что пока, пока это только декларация. Пока это только декларация. Я хотел бы, чтобы под эти планы, которые некоторые озвучили, чтобы они конкретно сказали, как это будет на самом деле. На бумаге все, бумага все стерпит, как говорят русские. Как это будет на самом деле? Завтра ты просыпаешься, и ты становишься градоначальником. За что ты будешь браться? А ведь надо действительно с первой же минуты, когда тебя сделают градоначальником, засучить рукава, набрать людей, вокруг себя собрать людей, которые будут вместе с тобой этот город поднимать из тех руин, в которых он оказался последние 10 лет. И убрать политическую составляющую. Это я с вами полностью согласен. Вообще! Мы возвращаемся к лозунгу Гурикана. Моя партия Кишинев. Вот Кишинев, вот твоя партия. Больше у тебя не должно быть никаких. Ты не должен руководствоваться и не бегать в штаб-квартиру партии и докладываться при разделе участки, раздавании участков, или каких-то лицензий и так далее, разрешения. Ты должен руководствоваться только делом и только интересами горожан. Тогда действительно может быть город вернется в нормальную кулею, до которой он был до этого времени. Хотим, а не хотим. Никогда этот не был так политизирован, как все в последнее время. Хотим, а не хотим. Мы не хотим. А мы не хотим. А мы не хотим. Я считаю, что должен непартийный человек занимать... Я так считаю. Не партийный. Не следует до хрени какой-то той или иной партии. Особенно меня вот пугает кандидаты, которые вообще не имеют ни опыта. Вот пришли бы к вам и сказали, хочешь быть мэром? Без каких-то там, я имею в виду, составляющих заработать денег. Вот подошли, сказали бы. Что бы ответил Ромин? Я там уже вам ответил, что я не готов. То же самое мне бы сказал. Я говорю, я не знаю. Я просто сказал, что я не знаю. Но когда соберутся люди, которые знают, да, свою работу от и до, и не будут назначаться по степени, как их говорится, личной признательности или родственным связям, да, например, директором троллейбусного парка. Например, я говорю. Да? Или хозяйству, которое занимается вывозом мусора. Он знает, как перерабатывать мусор, он знает, где это делать. Как составить график вывоза мусора. Это так по мелочам. Вы знаете, хотел сказать, как его, Сережа, мне есть чем сравнить. Вот был Костин, бывший преподаватель по научному коммунизму. Он был мэром Кишинева. После него был назначен указом президента, не избран. Он назначен урекян. Я, как его, ровно дышу и по отношению к одному, и по отношению к другому. Но хочу отдать должность Серафиму Александровичу только в том, что он-то пришел с хозяйственной работы. Он строил Брещанский сахарный завод. Он знал, что такое строительство. Он знал, что такое канализация. Он знал все. По крайней мере, он знал все. Да. Он знал этот процесс. Действительно, ему руководить городом было, наверное, легче, чем Костину, который имел за плечами только научный коммунист, который было трудно даже иногда ему сдать. Я скажу так. Царство ему небесное, не будем говорить. Я его помню только на трибунах. Только на трибунах. Кстати, тогда урекян принял город в таком же Колопсе. Вы помните, общественного транспорта не было. Маршрутки, это, как его, засунули Софим Александрович. И так можем кое-что еще вспомнить другое. Я вам скажу. Вот мы здесь говорим за Серафима в руках. А там у нас много говорят, а вы знаете, какой он вор был. Понимаете? У нас молва вперед. Все. Все воры. Сейчас что не кандидат, то или вор, или запачкан где-то чем-то как-то. А до этого все были просто великолепны. вот это грязь сейчас, она так нравится сельским жителям, вы знаете, они же как живут слухами. Слу-ха-ми. Газеты не читают, потому что ну, не что читать. Правильно? Татьяна, надо газеты купить, а можно слушать радио. Зачем купить? Можно радио послушать, телевизор послушать. Так вот, возвращаясь, вы сказали, мы с вами, коллеги, журналисты, я считаю, что мы к своему слову должны относиться очень ответственно. Мне тоже очень часто говорят, вот ты про него не пишешь, наверное, он тебе заплатил. Я говорю, ребята, дело не в оплате, заплатил он или нет. Дело в том, что я хочу видеть, если вы говорите, что он вор, покажите мне документы или покажите мне, как его, мне нужны доказательства, как человек, если их нет, то как я могу написать? Он придет в суд, он выиграет у меня суд. Что и заканчивается неоднократно. и заканчивается неоднократно. И газету закроют, и канал могут закрыть, что хочет, могут сделать. Поэтому мы волей-неволей не можем повторять то, как его бежит впереди человека, пользоваться, одна бабка сказала. В том-то и дело, что не впереди человека бежит, а за ним шлейф идет. И за ним шлейф идет и впереди него. До этого все было хорошо. Как только заявил, что хочет стать мэром Кишинева, перечисляем, мэр Кишинева, кандидат в муниципальный совет, кандидат в депутаты и так далее, все мы узнаем. А до этого, ну, кристально чистый был человек. Вот эта вот работа, это уже переходит в другие рамки, не кишиневские, да, проблемы. Это уже менталитет. Вы знаете, я всем, кто приезжает в Кишинев, советую обязательно прочитать книгу князя Сергея Русова «Записки губернатора». Эта книга была написана 115 лет назад. О нравах, и традициях, и обычаях Кишинева. Это очень интересная книга. И говорю, прочитайте, и вы удивитесь, что пролетело 115 лет, ничего не изменилось в менталитете. Вот что самое страшное. И вот сейчас, думаю, мы будем заканчивать программу. Вот хотелось бы задать вопрос. Вот празднование в виде концертов. Приехали сегодня Иосиф Кобзон, Газманов, я не знаю, концерт должен быть, или идет, он сейчас проходит, или когда, когда заканчивается, я не знаю. Вот концерты по партийной принадлежности, это правильно? Вы знаете, изначально хочу сказать, я считаю, что День Победы не может быть, иметь какую-то политическую окраску. Это совершенно другой праздник. Из года в год, какая бы ни была власть в Молдове и в советское время, я хожу на мемориал, хожу со своими близкими, нас осталось очень мало. В этой войне со стороны папы, он и сестра остался, все остальные погибли, кто на фронтах войны, кто, как его, в Бабьем Яре, потому что они были все из Киева. Со стороны мамы тоже никого не осталось. И поэтому, для меня это праздник, это святой праздник. Я иду туда по движению своему сердцу, по своей памяти. Когда я туда прихожу, и собираются ветераны, я вместе с ними могу и песни спеть военных лет, потому что я их знаю, и так далее. Но идти в колонии, идти под какими-то лозунгами и флагами, я считаю, что это не есть хорошо. Мы должны туда все прийти, но еще раз говорю, по велению сердца, а не по партийной принадлежности. Это наш общий человеческий праздник. И вы знаете, можно много говорить, спорить там, День Победы, День Европы. Я думаю, что европейцы, которые имеют добрую память, они должны отдать должное тем, кто спас эти страны от коричневой чумы фашизма. Ведь в конечном итоге их не меньше пострадало в той войне, которая была развязана гитлеровской верхушкой. Я не знаю, как можно иначе относиться. Даже если совместили этот праздник, я ничего в этом плохого не вижу. Ничего не вижу плохого. У нас должно быть поменьше нетерпимости. Мы должны друг к другу относиться с терпимостью. Понимать не по принципу, что если ты не разделяешь моих взглядов, значит, ты мой враг. Ты, как всякий человек, имеешь право иметь свои взгляды, свое суждение о том или ином вопросе. И когда мы встречаемся, мы должны искать точки соприкосновения, что нас сближает, а не то, что нас разделяет. Вот если это будет, значит, будет мир в доме, будет мир в городе. И может быть, этот город станет действительно светлым, а не в серых тонах, как вы сказали в начале нашей встречи. С оттенком серого. Да, с оттенком серого. Точнее, чтобы... Я хочу поздравить всех наших телезрителей, друзей с этим праздником. Повторюсь, нет такой семьи на территории бывшего Советского Союза, постсоветское пространство, не потерявших кого-то из родственников. В этой ужаснейшей войне, в котором победил не Сталин, а победил народ. Всех национальностей. Начиная от якутов, да, и заканчивая теми же англичанами. И не сдавшимися французами. Вы знаете, есть знаменитый дом Павлова в Сталинграде. Так вот, когда подняли документы, кто его оборонял и отстаивал, больше, чем они его обороняли, чем некоторые страны сопротивлялись фашизму в Европе. Это мы знаем, да? Франция и так далее. Там было 16-17 национальностей. 17 национальностей было. Всех с праздником. Всех от души с праздником. И в конце скажу, Кишинев с этим названием будет жить. А вот в какой форме он будет жить, покажет время. Роберт, спасибо большое, что пришел на программу. Большое спасибо, что мы увиделись в преддверии такого праздника. Большое спасибо, Сережа, что пригласил. Мне, действительно, всегда приятно с тобой встречаться и беседовать. Мне очень нравится формат твоей передачи «Вечерний разговор». Я считаю, что вечером можно без политики поговорить о других, более интересных вещах. О духовности и нравственности. И радостно, чтобы было. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин